У нас осталась парковая дамка. Какой пёсик тут сидит красивый. Выезжаем налево на южно-бережное шоссе и хотим заехать еще в Форос. Посмотреть, что там есть интересного. Трассы, как вы видите, все также пусты. Температура, кстати, сверху 30 градусов. Море с медузками. Кайф! Для меня самое красивое, когда появляются виденные эти скалы. Слева мы едем вдоль моря. Тут правда зимний период времени гораздо лучшего видно. Сейчас все заросло, а впереди монументальная стена каменная. Красота. Сейчас мы будем спускаться в Форос. Байдарские ворота налево. Тоже довольно интересное место. Я там бывал неоднократно. Но хочется посмотреть, что тут за пляжик и сколько людей именно в Форосе. Дорога здесь мимо Кипарисов. Довольно-таки симпатичная. С видом на море. Впереди сам поселок. Так вот выглядит улица, в которой в конце видно море. 29 градусов здесь показывают ребята. У меня на градусе 27. Движащие полицейские и Кипарисовая аллея. Классно. Частный сектор. Везде сдается жилье написано. Туристов на 9 утра обычно. Я думаю, что все идут по морю. Не особо бедно. Но у улыбающихся девчонок мы только что проехали. Объявление о сдаче жилья. Сюда дальше влево. Такой что-то один частный сектор. Местные тут жители нам посоветовали, что можно через санаторий пройти здесь. Поставить свою машину в 7 минут спускаться. Оксана увидела мороженое. Выглядит здесь все довольно-таки симпатично, там стройка какая-то идет. И посмотрим ценники на мороженое. Давайте два сырные. Два сырные. Сравнивайте с нашими. Да. Будет интересно. Любители славятся. А у нас вкусное мороженое. Да, сырное. Оно, правда, немножечко подтаяло. У нас это не останавливает. Мое не подтаяло. Или подтаяло. Ммм. Ммм. Вкусно там. Ммм. Девочки в лаке говорят, что нам тоже лучше спуститься ниже. Но тут, говорят, набережная красивее. В общем, мы такие в раздумьях. Там указатель кемпинг и чебуреки. Все в одно. Мороженку мы припарковали, было принято решение пройти все-таки здесь. Сейчас узнаем, вообще у нас помнят, сидят или нет. Пропускают спокойно. Нельзя только здесь в парке ставить палатки. Можно и направо пойти. Там лучше она будет. Ну, сказать, что и вот сюда влево по ступенькам можно спуститься за дном и прогуляться в парке. Прикольно. Общительный охранник. Все рассказал, подсказал. Приятно. Вот направо туда Лучиану, Акбарс. А она сюда. Минут семь. Чем я люблю Крым? Тем, что здесь качаются ножки, попа. Красота, да? Вышли на парковку. Казалось, что от них надо было спускаться там. Оксана видела тропинку. Ну, по парку тоже можно. Смотри, какое дело. Живи, не хочу. Бац, в лесу. Вот. Я как-то, знаете, вот в таком месте себе предполагал, что поставим палатку, а не на том пляже, да, где жара и нас там прибивало. Ну. Слушай, мы бы могли бы реально в этом домике поставить. А, нет. Слушай, это для брошки. Смотри. Недострой. Какой аромат, ребята. Оксана заряжается от деревьев таких вот мощных, монументальных, красивых. Снова воздух с морским вперемешку. Круто. Мужчина бы сказал, на море в ту сторону, а туда есть какие-то озерца с черепашками. В общем, мы идем к озерцам с черепашками. Там погуляем. Пройдемся вот так по лесу, а не по дороге. В общем, парк Фороса великолепный. Ну, парк тут классный, конечно. Тут все так заросшее. Круто, да? Ну, может, не супер облагороженное, но как бы мусорки есть. Лесеньки такие красивые. Скамеечки посидеть. Кто-то забыл то, с чем сидел. А вот, кстати, озерца. Видишь, как они рядом. Вот, смотри. Ух ты. Вот это дерево. Большущие. Рыбки плавают. Причем такие разноцветные. И большие там рыбы. Вот я не могу вам сказать, что мне нравится больше. Допустим, современные парки. Такое, как Галицкого. Или вот такие вот, с озерцами. Я такой даже не думал, что у нас где-то здесь может быть. Вот тут, пожалуйста. Крым. Форос. Черепашки. Рядочком. Красноуки, кстати, одна на другой гоняет. Люди на море идут сквозь этот парк. Там замочков нацепляли. Класс. Рыба какая большая. Все, я нашел место, куда надо приходить на рыбалку. Посмотрите, какие-то там огроменные рыбины плавают. Ну, я люблю хлебушку. Напугал. Я думал, она сейчас за палец хватит. Ну, они и кормленные. Ну, конечно. Черепашка прям понюхала руку Оксаны. Вот это да, такого я честно еще не видел. Вот только рыба. Огроменнейшее просто. Ну, в общем, можно сидеть тут, созерцать всю эту красоту. Наслаждаться плением птиц. Особенно, если это в тенечке делать, то прям очень классно. Слушайте, я, честно, не ожидал, что здесь настолько круто будет в парке. Но там дальше еще красивее. Вот это самый любимый парк. Вот так вот. Сколько у тебя самых любимых уже мест. Здесь тоже небольшое озерцо. Ну, какие декорации. Да. Очень красивые. Малые архитектурные формы. Тоже большая вот рыбка плавает. И много-много маленьких. Мостик с замочками. Мы тут попробуем, иди себе местечко называть. А нет, вот тут есть. С краешка. Вывал черепах и рыб из прудов запрещен. 50 тысяч штраф. Тогда дальше на возвышенности еще. Оксана разглядела беседку. Вау. Вот это да. Ребята, смотрите, что мы нашли. Кушинки. Какова красота. Вау. Я впервые, наверное, вижу такие красивые кушинки. И так много. Да. Там в лесу олени. Разглядите. Сколько труда потрачено на эти места. Представляю. Самое интересное, что не вижу там кислород, что он добавлялся на рыбки. Тут живут. Значит, они очень глубокие эти пруды. Можно наверх пойти. Мы хотим, наверное, вниз возвращаться. Вот ребята подкармливают рыбок. Они прям все подстывали. Здесь тоже, смотрите, мостик по бокам. Рыбки, черепашки и кувшинки. Слушайте, мы в какую-то сказку попали. Вау. Просто смотришь, наслаждаешься. И эмоции через край. Реально в мире животных. Мне кажется, они даже не знакомы. Ого. Вот это альбина. Смотрите, сколько красоты здесь. Он подкармливает их. Я просто залипаю на это озеро с черепашками. Очень клево. Просто фантастическая красота какая-то. Не ожидал я такого видеть, хочу сказать. Ну как тебе? Красота. Спасибо. Идемте в правую сторону. К морю, так сказать, проход. Представляете, кто отдыхает в этих санаториях и через такую красоту ходит к морю. Это то, о чем я говорю вам, что нам в Анапе явно не хватает хороших озелененных проходов к морю. Ну вот вам как бы контраст. Просто. И прикинь, насколько мы могли объехать сюда здесь, не попасть в парк. И последнюю минуту увидели мороженое, приняли решение и сюда пошли и попали в этот оазис. Просто счастье этих великолепных деревьев. И такой первобытный, первозданной красоты местами. Где-то, конечно, уже видно, что пришло благоустройство. Старые камни по бокам остались, но плитка уже здесь новая. Мне кажется, что я ловлю себя на мысли, что это гораздо интереснее, чем тот же самый Дендрари в Сочи. А я там была? Да. Оксана тоже. Восхищение от этой красоты. Видите, нам будет порядки. Ага, птички. Да. А вот, кстати, указатели, что туда на пляж. Идем в сторону пляжа и туалета. Арарский уголок мы с вами уже посетили. Действительно, такие арарские впечатления. Знаете, у Люси на мысли вот обычно всегда галопом по Европам бегло. Здесь что-то никуда спешить не хочется. Хочется идти, наслаждаться прогулкой, ловить каждый шаг. Здесь можно выйти на хорошую. Хорошую дорожку. Ну, как всегда, не ищем легких маршрутов. Здесь, видите, ливневые стоки или речка. Просто с озер стекает. Тоже прям черепащее озеро. Ой, вон там, смотри, такое местечко посидеть. А тут можно в тенечке. Везде мусорки, везде чистота. Я в восторге. А рядом ведут вот такие вот бетонные дорожки. Мы на нее вышли через лес. Или парк. Парк все-таки должен правильно назваться. Облагоустроенная. Сейчас он еще одно место отдыха. Они причем в таких местах находятся. Очень интересно для того, чтобы созерцать. Вот просто представьте, вы сидите на лавочке, смотрите на озеро. Круто. Ищем новые маршруты. Так просто ходить не очень интересно. Местами и Оксана замирает, и я. Чтобы просто поставить, послушать и понаслаждаться лесом. Кукушка. Здесь такая более старая тротуарная плитка. Мы спустились чуть ниже. Отсюда уже просматривается море. Я не заметил, как пролетело все это расстояние, которое мы с вами прошли по лесу. Оставляя душе и сердце невероятную любовь к Форосу. К этому месту. Сюда прям теперь хочется возвращаться. Хотя раньше много раз поезжал мимо. Не мог себе даже представить, что здесь настолько красиво. Форос это великолепно. О, а тут можно еще и покушать, наверное. Завтрак мы здесь проведем. Потому что что-то мы сегодня не захотели готовить на жаре. И попили только кофе с печенками в таких местах. Я уверен, что будет очень вкусно перекусить. Как и обеданька была. Вот ребята уже тоже пьет кофе с утра. Пиво по 120. Квас 80. Лимонад 80. Стоимость. Берем американо. Здесь кофеечек. Как могло бы его подошли получить огонь. Тут ребята за мороженым пришли. Пока делают нам вкусные напитки. Мы с вами уже можем любоваться на море. Я начинаю себя ругать, потому что я искупался ранее. И с собой сюда не взял купательные шорты. Оксана взяла купальник. Я сказала, ну давай ты теперь в этот раз купаешься. Я не буду. Я сейчас смотрю на это море и понимаю, что какой я не быть. И короче, как я... Ты поминал в клапке, да? Да. А я так была рада, когда увидела море и такая, что надела купальник. Вот я об этом и говорил, да. В общем, мы растягиваем момент. Решили не идти даже с кофе к морю. Ты красиво лоханулась, а тус образом. Да нормально мне как. Я честно от Фароса тоже такого не ожидал. Я слышал восторженные отзывы своих подписчиков. Но то, что я здесь увидел, я прям вау. Да? Вот как... Ожиданно? Нет. Заехали, кайфанули. А тут такой рай просто. Можно поставить палатку в таком раю среди черепах. Там запрещено. Черепаховый суп сварить. Ребята, я здесь не... Простите ее, пожалуйста. Она не ведает, что говорит. Вот серьезно. Как можно этих великолепных черепах... Ну ладно, рыбу... Нет, рыбу тоже нельзя. Черепаховый суп. Нет. Все, наш кофе готов. Сейчас, из кофе будет красивая картинка. Попробовать. Айс-салате. Это банановое и кокосовое молоко. Угу. Ну я больше люблю на коровьем. А это мой американо. Не, айс-салате я прийду. Агорь. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ходил жил. ��ело- conductors. Идем же искупнемся в этом... Пофе вкусный. Охренеменное море. Это просто человек, который уже сколько дней не может нормально искупаться и ее эмоции зашкаливают. Что наконец нашла море и тут нет медуз, нечего такого плавающего. Пофе стало чистым. Отсюда вижу. да это мечта торговца чтобы пришли в тебе таких количествах дети замороженным и выходим друзья ох а там какой камушек хочется с него сигануть вон что там глубина была то он спасает тебя еще везде навозят порядочке мы выходим на набережную ухты какие-то мотели современные стоят такие вот спуски здесь есть но по ним чуть никто не ходит все легким маршрутами здесь вот краски с озер стекает это водичка вот это море я тебе завидую слушай если люди купаются ну вот небольшой такой вау эффект вот это вот это бы хорошо зашли самые главные туристы или местные жители поймут за эти котики торговой еды сейчас закрытым ищем откроется магазинчик есть прям на пляже на конечно летние время строительные работы такое себе ну как есть ребята это делать надо под такие звуки отдыхать ну хоть море чисто главное что нет медузы прям не порадовали медузы а здесь очень круто тоже рыбангел черненькие красивые ну пишите друзья мы мы еще погуляем сейчас я думаю дальше туда только оксана начнет свой наконец-то купальный сезон мерить не будем воду все равно все равно да тут вот одна медуза две медузы а там сколько их было какая красота глубины них в нее не ныряй ни в коем случае в нее не ныряй встанешь и тут начинает сачковать не хочет нырять температура моря 20 градусов воздух 36 ну что такое давай оксана стивили раз-два-три обратно вылезла погрелась пошли дальше топай 19 и 8 19 и 8 ребятки в общем радость оксаны была недолгая море оказалось холодным и она боится туда залезть вот так и живем ребята даже такое море крыма и не приезжает хотел здесь детки вовсю плескаются купаются наслаждаются я бы тоже занырнул я с ней купался с утра то водичка было у нас гораздо более прохладное но мне было классно освежился ух ты ребят в крыму домой впервые встретили дельфинов вы не знаю разглядеть их на камере если приплыть сюда будет просто великолепно зови ты по воде шлепай говори дельфины плывите камнями со второго раза даже ребенок маленький зашел здесь парень на сапе он там есть девочка купается но людей прям вообще да такое есть в детстве купался в любом море лишь бы море было прямо ребятки напишите в комментариях вот кто здесь отдыхал кстати там тоже видите в парке можно прогуляться такие виды классные мы сюда не дошли столько людей обычно на пляже в июне или больше что-то как-то приезжаем на все пляжи не все свободны в крыму как говорится отдыхай не хочу свобода мы заметили рыб оксана готова 3 2 1 побежала давай уже сколько можно у меня вся вся пленка кончится на тебя бесполезное занятие снимать как оксана будет купаться а теперь смотрим с какой скоростью она будет вылазить очень нет хорошо пошло далеко главное от берега ну чё как она ты зачем так далеко залезла смертельный номер все-таки состоялся мне очень хотела залезть вот на этот бун аккуратно ножки не повреди ну чё как море вот так вот ребята на купаться можно кстати тут а это просто мимо проходят еще люди на том пляжике тоже пытаются купаться и вылазим молодец ты справилась 2 и поклон всем зрителям которые ждали этого купания больше всего на свете спасибо все она пытается согреться об камни тоже неплохо пристрелив очень друзьяшки форус честно вот то что мы увидели зашел очень красивое классное место атмосферное людей немного единственно что море прохладно самое главное что здесь нет медуз практически чуть-чуть их совсем встретили дельсинов а что еще надо для прекрасного времяпровождения если вы здесь отдыхали его жду с комментариях пишите пожалуйста как здесь было мне будет интересно их почитать отвечаю на все вот так вот форус порадовала невероятно и мы на пляжике сейчас будем двигаться дальше здесь по правой стороне как я изначально показывал не пройти а сюда можно спуститься и люди гуляют хочется туда понадобится еще прогуляться вот ребята готовят опалубку под заливку уже под реставрацию всех этих мест ну и в скором времени здесь будет прям все классно и прекрасно водичка конечно форосе действительно порадовала пока больше всего мы были во многих уже местах по побережью крыма здесь она ну как бассейн по-другому не сказать чуть-чуть со всеми доз самое главное что оксана искупалась за тех счастлива идет красота какой зверь тут охраняет вещи купание запрещено но тем не менее люди здесь потихонечку отдыхают и купают ну конечно такой пляж такими камушками хотел по загорать и поотдыхать захотелось залезть на этот камушек чтобы с него и шутки настроение у кого-то поднялась конечно ничего только наблюдать и наслаждаться этими видами шикарничьими пляжей от видео вот они дельфины прям бухте вот прям здесь по центру вот тут по центру моря ездили сто процентов не сказал здесь на пляже передевал очки есть и лес есть здесь прям очень нравится этот понимаю что от санатория тут людям выдают лежаки и не на этом пляже отдыхают а также полотенце клёво я точно перейду на шляпочки они вообще волосы закрывают все закрывают классно телешки посмотрите ребята вверху там мужчина в белом палате под соснами спуск раз с этого санатория девчонки отдыхают идеально просто я не знаю вот море потеплее и блок вообще круто мы же идем прогуливаться дальше а здесь прям еще спуск еще пляжики такие уже можно сказать и с людьми как будто без людей да я прямо сейчас повернулся и у меня мурашки потело я не вру ребята посмотрите как это красиво почему-то восхищаюсь форосом это просто нереально круто здесь еще один спуск и вот на вот эти вот места так меня здесь тоже наверно когда загружены пляжи выставляются лежаки и люди отдыхают с такой прозрачной водичкой скалы горы просто да я даже не знаю как это комментировать ребят one love форос зашел с перо вздоха это мое кстати любимое растение здесь произрастает она нас на дюнах тоже растет она цветет розовым цветом здесь от проживатое возможно же после цветения чисто просто не помню мы продолжаем прогулку то есть на этом форос не заканчивается как оказывается здесь можно выйти даже как в открытое море так посмотрите на всю эту красоту вокруг меня как это невероятно круто а это понимаю что туда еще за мысом еще есть какой-то пляж на что нам о нем рассказывали если можно туда пройти было как тебе очень красиво очень живописно здесь тоже изумрудный цвет воды зелененькие водоросли на камнях белая соль на камнях кристаллизуется таких прям сочетание белый зеленый коричневый так пойдем посмотрим куда приведет нас эта дорога заедем на секундочку форос посмотрим просто быстро на пляж они уже здесь три часа гуляют прикол есть не ошибаюсь форзиция могу ошибаться ребята по растениям особенно в крыму поэтому если что не обижайтесь и подарок на вид в обратную сторону кто здесь в тенечке сидит самогладиться вы только посмотрите на это и мими чудо это красот кот ой как мурчит слушай я думаю нет он кофе не ни в коем случае не надо его кофеином мне почему-то кажется я ему понравился больше да к ты чувствуешь добрых людей смотрите мурчит красавчик мы тут уже валяемся ручки лижем также что-то после время с женщинами происходит которые меня встречают на улицах то только что проходили ребята они нам рассказали если пройти туда дальше то мы попадаем к домам если на лево пойдем там очистный и нудийский пляж направо пойдем в парк попадем на нудийский пляж пошли сюда самый крутой вид открывается на форос и сюда дальше на побережье просто огонь очень круто смотрится далее от этого монумента вверх ведет в такая вот лесенка тут тоже котиков подкармливать довольны еще парковая зона аромат фантастически вау вот это виды слушай вот оксана говорит что лавочку как специально сделали сидишь калфуешь куда вон так интересное пространство как беседка чтобы люди сиделись вокруг и обсуждали что-то возможно это для детей такие делают и тут забор это понимаю что санатория вот эта красота ребята смотрите цветение кактуса и бабочка летает клёво то есть аромат имеет территория от фаги сайт план название такое написано этот санаторий мы с той стороны поставим пошли на себя перед парком лучан который называется территория конечно у них крутая тут тоже все с заборами городе это детский слева какие цветочки мы обходим детский пенсона полностью по кругу видно горы туда дальше еще дорога ведет вдоль моря пойдем искать здесь нудийский пляж они куда-то шли по бокам сужались забор и справа появлялась колючая проволока начинали летать какие-то вертолеты в небе тут кто-то пытался пролезть дыр какой-то закрыли повесили колючую проволоку или может это оттуда кто-то пытался сбежать 8 приключения становились все веселей и интересней наконец-то нам открылся вид на фаросской церковь тот момент когда мы шли-шли пришли поняли что мы не туда шли развернулись пошли обратно показать что находится мы тоже вам не имеет никакого права русский пак памятник площади 70 гектар в этом чуть проходили дальше пак фарос он начинается то есть туда в лес можно уходить по тропинкам красота внимание прибрежная защитная полоса и вниз ведут дороги где-то мы тут говорили есть очистные и возможности купаться галышом вот мы и видим нью-де пляж там загорает галышом отсюда их видно одна девушка там вторая девушка прогуливается кайф значит у меня появился шанс сегодня искупаться в море и дельфины там еще есть ребята все просто великолепно и вид на горы вот эти здесь такие вот спуск есть вниз я думаю краски к нудику ведущий а тут прям красота какие рисунки очень интересные муралы причем не вписаны интересно а раньше что за двери были что это такое может какие-то другие фрески были того времени встретился на тот абориген с гитарой который сказал туда не ходи снег башка попадет на самом деле скал тут все такое вот особо не не постоишь с палаточкой а дальше все упрется просто ворот ну мы хотим исследовать уже раз идем почти весь форосы не сходили пешком по крайней мере в сторону правую еще спустимся на нюдик обязательно искупаемся то хочется все увидеть своими глазами ну вот вам пожалуйста строительство я так понимаю что это отчистные сооружения которые будут делать в море в этом месте еще чище стройка ведется вот 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 будет круто и красота видно конечно забор этот свежий представляю как раньше здесь было прекрасно россия у нас сожалению страна заборов этих заборов везде становится все больше и больше раньше вот ограждения были чтоб машины случайно не съехали грустинка меня по этому поводу если честно но собственно то чем говорил этот мужчина ворота ну тут вправо можно пойти погулять в парк влево тут обрыв возвращаемся на нудийский пляж вернулись мы к этой тропе и спускаемся уже на нудийский пляж местный абориген сказал нам что мы идем вправе мы его узнали по отсутствию одежды красивый тут такая лесенка все ты его размножила сто процентов теперь они покроют мы как далеко полетел клево хорошо в тенечке оказался хочу тут так уже привык солнцу но в тени релакс гораздо круче невероятный лес с множеством троп камни разнообразные по нему разбросаны но все пути которые вниз приведут к море вот у меня появятся такие моменты правда затерся камень и кто-то в нем оставил свой рисунок не просто надпись здесь был вася какой-то мурал кстати на ветках встретил змею ребятки будьте аккуратно уползла все равно как говорится смотрите под ноги по сторонам спас никто не покусал сушки не чем-то это утришь место напоминает ну вот это конечно просто по голове бы дать кто-то своей кроссовки на можжевелку повесил как так то что слышу звук моря тропиночки обходим выходим вот из угла показывается тот самый пляж где сидят и ждут нас галыши или точнее не ждут и не сидят любом окс начинает уже готовится к выходу туда со съемкой здесь конечно будет тяжело потому что я везде вижу что там ребята загорают и кайфуют ну вот мы и нудик оприходовали кайф вообще водичка суперская попрыгать езди людей не так уж и много но отдыхать здесь возможно хотя честно местами все нельзя показать вам что youtube забанит там целая семья которые не нудисты на пляже ну как тут смотрится берег моря волна никого не снять кто галышом что потом ребята не нервничали поэтому поводу пляж шикарный места много труднодоступный ну как нелегко доступно то что там там и парковок нету и в принципе местечко очень классно за то чтобы загорать и получать максимум удовольствия тут палаточники стоят и так понимаю кто-то на автобусах приезжает может на велосипедах кто-то делает их вообще эти места так говорится размещения сами ну и мы сидим на камушке загораем мы были вот на том прыгали с него вообще кого-то водичка здесь кайфовая медуз не так еще много и к морю привыкли плюс 19 тоже хорошо досок тут как бы много по выкидывал и вот отсюда вверх идет уже подмем горный красота на конечно цвета посмотри какие здесь море да мы тут нашли местечко тут костерчик я смотрю палят чашечка не я думаю что это общее место для всех оборудована и люди могут сюда приходить конечно то что общее и вот отсюда видно нудик прям вообще полная красивая но этом мы отдыхали камушки прям круто и вид полностью на весь пляж фантастика вот на этом камне мы отдыхали мы прыгали точнее вот этом вот загорали море чистейшие красивее там дальше оксана нашего места даже для палаточки идеальная просто ровная что говорит что крым сейчас не заняда такие места стоят свободны там костерочек глину в лесу этого не делать нужно печалька и на этом пляже там столько деревяшек то есть можно приезжать действительно костры сейчас единственно что на машинке с вами подъехать труднодоступная найти платную парковку где туда сюда приехать загрузиться спуститься и недельку пожить то есть на один ночь конечно сюда тяжело все притащить потом поднимать больше устанешь да ну какой здесь аромат пойдем здесь даже смотрите ребята есть приспособление которые остались и мыло из паспорт и щетка тут тоже все это домик был разобранный лежит наши места крутейшие форос 10 из 10 я никогда не думал что я буду восторгаться от каким-то местом она мне зашло вот полностью парк озера моря кафешечки причем ценник там вполне себе адекватный был возле моря считаю что это нормально мы купили кофе и айсалаты 470 рублей вышло причем кофе я брал двойной американо классно да из-за этого на дорожек ну пока все классно надо еще покушать что-то где-то чтобы уже добить вот вишенкой стал еще вот мудийский пляж трудодоступный классный единственное что половина в одежде половина без одежды там одна семья ребенок голый бегает они в одежде прикол бог возвращаемся обратно к санаторию для себя ловлю на мысли что здесь мы практически не встретили никаких машин на двигателях внутреннего заткарания и я иду не могу надышаться воздухом еще здесь по ощущениям не так жарко тоже как было с утра на пляже в парковом где мы были просто посмотрите ну я влюбился фарос а здесь еще фаросская церковь который можно прогуляться я там был не знаю пока еще не решился хотим мы туда или не хотим на церковь да чтобы нигде выхлопов не было вообще очень круто и так же в общем у вициана мне этот санаторий очень понравился причем ведь они вписали в парковую зону и практически везде можно гулять тут пока не знаем можно или нет тут единственное что курить запрещено так ходи гуляй любители этих деревьев таких вот кадров когда солнце лучи пробивается сквозь кроны тут еще здесь зеркальное окна мы идем таки в окна смотрим как выглядел со стороны конечно же все крутятся вертятся и опять кипариси круто круто еще раз фарос ты супер кстати можно спуститься вниз или пойти сюда мы выбрали спуститься вниз в лес чтобы по тенечку гулять но еще ниже на набережную идет дорожка и такая вот в парковую зону возвращаемся только тут какой-то забор впереди ябаный забор и в лесу пришлось обратно захочется на дорогах тут пройти можно и оба дорожка ведет в парковую зону короче это угар опять там впереди море деревья прилегли на другие образовав так вот красивый маршрут лусяна лилычаны идет тоже дорожка тут маршрут и вверх уходит мы сейчас над набережной по которой с вами уже прогулялись оттуда мы видели вот краски от эти места отдыха тут люди сидят на скамеечках сидом на море сколько здесь таких мест я уже сегодня показал прям классно вот сейчас у нас время 1225 ну то есть пик того сколько людей на пляже образно говоря тут пляж открытый тут закрытый там абсолютно пустой поэтому бы спокойно делать ремонты на обережной отчет как говорится все равно все свободно честно вечернее время как выглядит все с подсветкой потому что фонари я вижу что есть значит должно быть неплохо главное успеем не спускаться по этим дорожкам показательно что и новые деревья высаживаются то есть не только старые раз причем видишь что высажены что полив не проведен шлангами что тут лес бы только увеличиваться ценят то место в котором работают это круто с правой стороны мы наконец нашли этот туалет куда бы оказать ли стоимостью на 30 рублей мы хотели вернулись тому месту откуда все начиналось пойдем искать что здесь есть поесть чебыки манты шашлык варман плов крымский вина софра гринь эсбак пойдем посмотрим что здесь можно поесть вот с таким шикарным видом на море заведение не знаю так тоже хорошо вот с таким видом ребятки будем сегодня кушать но смотрите что здесь почем по ценникам цель грязи с игровыми коветками можно за 680 взять чем гану это не знаю а чик чук слушайте здесь даже мой любимый салатик не за 350 рублей хорват 530 плов 450 на плов вчера ел не особо хочется шопу можно поесть лагман кстати я здесь там ям точно не хочу я думаю что шашлыки тоже не хочу ну они здесь есть и свинины за 100 грамм 360 рублей кто говорит что там где-то у нас дорого витязио приезжайте в крым кокосовый лимонад интересный но это один литр тирамису по что у нас кофе американа в принципе недорого фреши апельсиновый 370 до 300 миллилитров безалкогольную пивас здесь за пол-литра 200 жигулевская будет стоить все лучше любимая карта смотри пока лепестка то пока чина нет это шпинат янтыки янтык заказ сделан ждем первого кофе и лимонадик и наблюдаем море а в море деревщины и пляж красота нам пришел наш лимонадик у нас остудил чуть-чуть выглядит принципе красиво это мой кофеечек америкашка лимонадик честно на 700 рублей за литр не тянет как фанта разбодяжная ну и с фруктами вкус так-то неплохо вкусно но цены усущены а к тебе как ну и самое главное можно насладиться американом кофе кстати вкусный меня радует в крыму практически везде где беру кофе очень вкусно особенно с видом на море сегодня второй раз пив с утра они даже третье утром не оксана сделал кофе он там попили перед прогулкой вот сейчас третий кофе уже на софра грейпать бар да как-то странная традиция у нас перекочевал как саня как тебе покажи сначала состав а потом уже все остальное вау я хочу сказать что это круто да здесь неплохо-неплохо и рисик оттуда кроме не жалей да конечно только перчик уже смотри на свое осмотрение лист должен был убрать остроту теперь и пробую и вкусно и янтык спасибо черпы прям аромат идет очень классный еще соус как тебе сразу говори вкусно пионер город пошли сравним с вчерашним но вчерашним был круче подачи как минимум в раза в три то есть там были овощи сложный форосе это то заведение как бы по подаче сто процентов выигрывает специи больше видишь на вариске какой-то более густой да эти специи просто нереально мяско ну они разные можно сказать не могу сказать что этот хуже там талон и наоборот но подача у того была красивая сто процентов может там так прям горочка овощи лежали цветом ям как по 10-балльной шкале 10 отлично и янтык как тебе попробуем я люблю вообще такую историю очень вкусно помьям существо это наверное один из самых острейших помьямов но я ел острее но когда говорят среднее то это самый острый помьям который пробовал так вкусно все и с видом на море приятного аппетита я добавил тот соус который лежал здесь не такой густоватым еще и со стратой стало вкуснее у нас бар получился 810 рублей и сюда что 1350 это на кухню то есть этого у нас получилось 2160 рублей по ели ты давай самое главное можно двигаться дальше куда-то ну как минимум кухню мы здесь тоже протестировали дешево дорого ну на мой вкус честно дороговато как минимум лимонад по мне дороговато заведение сама думаю не таки интересно большого просторно есть и на улице места посидеть и внутри под кровлей до свидания до свидания и жака пляж пустой конечно персонал кстати работает молодцы у меня телефон был разряжен у меня возможно если не зарядим то денег не будет нашли зарядку мы зарядились расплатились все довольны и счастливы ушли печально что конечно пляж здесь пустынные людей не так уж много с другой стороны вот лично для меня как для туриста и я счастлив здесь просто пустота и красота это круто смотри какую красоту мы здесь нашли шли вот по этому месту тут сам готова посмотри все там памятник даже стоит я по лейке прогуляю чуть-чуть с вами не хочет заканчиваться на форос общем обзор и от этого парка просто в восторге абсолютно свободный доступ ходи пуля прикольно нашел детскую площадку горожную то есть получается на санаторию относятся туда не пускают никого а вправо нужно пройти здесь есть каменечки с которых можно наблюдать в море с кимут шикарными видами сам нашел еще одно красивое дерево здесь нашел память великой отечественной войне настолько сильно зашло тебе здесь понимаешь были бои как минимум очень много людей здесь погибло за эти места во время великой отечественной войны такие здесь санатории соблюдайте чистоту это старинные здания это как минимум если даже не новый то отреставрированы все красиво сделано то есть лестница как советское время строили сто процентов масштаб конечно да это старое здание советское еще постройки это сам санаторий форос у меня здесь к сожалению отключился звук не выдержали микрофоны этой жары но нет дома чуть-чуть озвучиваю здесь я так понимаю каскад фонтанов был и сейчас поднимемся еще вверх форос оставил себе точнее наши частички души и сердца и от нас на сюда желание вернуться обязательно спасибо всем кто прилагает свои усилия для создания такой вот красоты чистоты порядка и надеемся на наших отдыхающих что они его будут поддерживать ни одной соринки ни одной мусоринке единственное хочется пожелать мирного неба крыму чтобы скорее эти места ожили и как можно больше людей приезжали сюда на отдых но такие моменты реставрировались как можно быстрее приводились порядок вот такая вот зона с палубной доской то есть уже все отремонтированное ребятки если вы здесь отдыхали напишите ваши отзывы чего мы не посмотрели что не увидели куда стоило еще здесь ходить потому что форос я хочу еще вернуться мне здесь понравилось я влюбился в него всем спасибо за внимание и хорошего настроения пока до следующего видео друзья подписывайтесь на канал обязательно оксан